Уважаемые участники нашего круглого стола, видимо сам факт, что круглый стол проходит в преддверии нашего прекрасного праздника, дня рождения советской армии и дня защитника, свидетельствует этот зал, где так дружно собрались представители ведущих комитетов, министерств, служб и подразделений. Я благодарю вас за такую дружную явку, да и сама международная обстановка требует глубокого осмысления той темы, которая и заявлена, и коллективного рассмотрения проблем накопившихся, а они требуют быстрого и оперативного решения. Хочу вам всем напомнить, особенно молодежи, что самым гениальным изобретением русского народа было сильное централизованное государство. В мире более 200 государств, лишь два государства за последние 500 лет не теряли суверенитета. Это наша родная с вами страна и Англия, и Великобритания. Но и лишь единственная страна, которая вынуждена была из тысячелетней своей истории почти 700 лет провести в боях и походах, отстаивая свою правду, веру, традиции, свою землю, свой суверенитет и свою независимость. Не было ни одного поколения наших соотечественников, которым бы не довелось защищать свою державу. В этой связи мы должны помнить, что нам не дадут покоя и в этом мире. От Балтики и Черного моря до Тихого океана у нас осталось всего 2% населения планеты. Если бы мы сумели сохранить Союз СССР, нас бы было 315 миллионов, как в современной Америке. Нас сегодня около 150 миллионов. Но нам принадлежит 15% территории суши и 30% главных стратегических ресурсов. В одном только Байкале 24% чистейшей пресной воды, а уже сегодня полпланеты не хватает стакана чистой воды. На парижском рынке утром цена на пресную воду была дороже, чем на отборный бензин. Цена на пресную воду будет удваиваться почти каждые 5 лет. Мы должны помнить, что о нас попробовали все зубы. Мы не нравились ни в какой форме ни Московского царства, ни Российской империи, ни Советского государства, ни нынешней Российской Федерации. И в этой связи мы никогда не должны забывать, что у нас попробовали все зубы. Дважды германцы, французы, шведы, поляки, много раз османы, англичане, французы, японцы. Поэтому мы должны всегда порох держать сухим. Мы никому не угрожали, но все должны помнить, что мы в состоянии постоять за себя. Сегодня, когда уже Бандесвера копался в Прибалтике, когда под руководством ЦРУшников нацисты и бандеровцы захватили власть в Киеве, развязали войну против патриотического и храброго Донбасса, сегодня, когда нас обложили со всех сторон санкциями, мы должны понимать, что или мы будем сильными, умными, храбрыми и мужественными, или нас разорвут похлеще, чем Югославию, Ирак и Ливию вместе взят. Это те аксиомы геополитические, которые надо постоянно держать в голове, независимо от цвета вашего партийного билета, возраста и места пребывания. Итак, мы народ победы. Мы выжили благодаря себе великим битвам и победам. И эти победы должны знать. Мы сейчас проводим уроки мужества. От знамя октября, знамя победы уже провели 18 тысяч школ. Должен вам прямо сказать, что многие школьники и даже студенты ничего не знают из нашей истории. А из советской истории почти ничего не знают. Даже не знают, что была Антанта, которая высадилась во всех портах и готова была разделить российское государство на 20 стран. Такой был план президента Вудро Вильсона Соединенных Штатов Америки. Но Красная Армия сумела отстоять страну во главе с партией большевиков. И только за это ей на любом самом строгом суде истории поставят хорошую память. Но надо иметь в виду, что, почувствовав общую опасность, несколько лет назад через всю страну прошел бессмертный полк. От Владивостока через Москву, Красную площадь до Ленинграда, Питера 12 миллионов молодых и старых, живых и мертвых стали в один строй, защищая нашу победу, нашу веру, наше достоинство. Это одно из величайших достижений последнего времени, когда люди объединились во имя справедливого отношения к истории и нашей победе. Но мы не должны забывать, что за последние 25 лет было два крупных погрома армии. Ельцинский погром. Я служил три года в специальной разведке в Германии. Служил там. У нас была группировка 500 тысяч. С нами немцы все оздоровались через дорогу. Это была армия победительниц. Многие бежали оттуда, не захватив даже вещи, что было величайшим позором. Хотя можно было спокойно подписать соглашение. И только за воссоединение двух Германий немцы готовы были заплатить гигантские суммы. И наши гарнизоны были бы отстроены заново. И войска пришли бы в нормальные казармы, жены в хорошее жилье, а дети в прекрасные школы. Ничего похожего не было тогда сделано. И второй погром устроил Сердюков. Не раз приходилось обращаться к тем, кто принимал решение, потому что то, что случилось тогда, могло для нас закончиться драматически. Но нам удалось все-таки переломить ситуацию. И благодаря руководству Шойгу последнее время многое делается для того, чтобы армия была боеспособной. Но для этого нужен мощный военно-промышленный комплекс, сильная финансово-экономическая система и соответствующий курс. По линии нашей фракции, при моем личном участии, мы многое делали для того, чтобы спасли все лучшее, что осталось от советской страны. Тополем, Соломонов, главный конструктор, Маслюков и Примаков после дефолта. Все делали для того, чтобы восстановить кооперацию. Мы собрали 650 предприятий. Это изделие сегодня стоит на боевом дежурстве. Появилась ее новая модификация. Но эту проблему мы тогда решили. Нам надо двигаться дальше. Знаменитая ракета «Сатана» – это живое существо. Это лучшее, что было сделано. После уничтожения на Алтае лейской дивизии пришлось настойчиво обращаться к президенту, собирать высшие должностные лица. Остановили и продолжаем укреплять это направление. Считаю, что необоснованно совершенно мы ушли из Лурдеса. Я, наверное, в этом зале единственный, кто был там несколько раз, видел, как взлетают американские летательные аппараты, слышал, как ведут переговоры на Нью-Йоркской бирже. Это была лучшая наша база на Кубе. Кубы все делали для того, чтобы сохранить эту базу. К сожалению, мы ушли оттуда, а теперь платим большие деньги для того, чтобы обеспечивать нашу безопасность. По нашему настоянию вернули на Сапеля Мех-31, лучший истребитель, который был у нас в войсках. У нас пять полков от Мурманска до Дудинки прикрывали весь север. Его потолок более 30 километров, он в состоянии сбивать спутники, обеспечил нам блестящие прикрытия. Сейчас снова вернули МИГ-41, разрабатываем. Это будет очень важно. К сожалению, тогда пытались убедить Сердюкову и ее команду, нельзя разрушать систему подготовки офицерских кадров. Пять летных училищ слили в один флакон, отвезли в Воронежскую область, потеряли несколько лет, а в результате получили то, что и пилотов первого класса стало не хватать. Ну, слава богу, стали восстанавливать. Что касается патриотического воспитания, я бы хотел, обращаясь сегодня к молодым людям, напомнить вам, что нашу державу создавала Россия молодая. И вы можете этим гордиться. Владимиру Крестителю было 28 лет, когда он стал объединять Русь в великое государство. Александру Невскому 22 года, когда он научил Титонский орден слушать нас, и услышали они призыв «Бог не в силе, а в правде». Этот орден и сегодня украшает грудь. Единственный орден пережил все эпохи. Дмитрию Донскому не было и 30 лет, когда он стоял над кручей паломни, молился и сказал, что если победит, все сделай для воссоздания великого государства. И это на Куликовом поле было решено, эта задача. Иван Грозный венчался на царство в 16 лет, к 25 годам пробил дорогу по Волге до Каспия и создал то великое государство, от которого создавалась Европа. Ему и сегодня этого они не могут никак простить. Что касается Петра Великого Полтавя, заявил о победе и создав великую державу, ему тоже было всего 35 с небольшим лет. А если посмотреть революционные преобразования, революции 1905 года, все, кто организовал бы в основном моложе 30 лет, в 17-м 35 лет, в Великой Отечественной войне, командиры взводов, батальонов и рот, это были ребята в 20-22 года, то есть они решали проблему отстоять нашу державу. Поэтому забота об обрастающем поколении качественном образовании должна быть первой пищевой задачей. Мы не случайно несколько раз носили закон образования для всех о поддержке науки, о необходимости выделения на эти цели не менее 7% расходной части бюджета, без чего ни одно государство никогда в мире не проводило никакой модернизации. В целом сейчас появились новые возможности, но мы обязаны помнить, что против нас ведется гибридная война во всех сферах фактически. Нет ни одной сферы, где бы эта война сегодня не реализовывалась. Мы сильные, грамотные, успешные, в современном мире кроме себя никому не нужны. И каждый должен об этом помнить. Без сильной, грамотной, эффективной армии решить эту задачу невозможно. Ну и последнюю идею, которую открывает слушание, хотел бы высказать. Значит, в мире за прошедшие 100 лет было три варианта уникальной модернизации. Одни со знаком плюс, вторые со знаком минус. Мощнее ленинско-сталинской модернизации, которая собрала распавшуюся империю и возродила в новом облике советского союзного государства нашу тысячелетнюю государственность, мощнее этой модернизации история не знает. 20 лет темп роста 16 лишним процентов, за 10 лет 6 тысяч лучших на ту пору заводов, великие победы на фронтах Великой Отечественной, целая плеяда уникальных командиров и солдат. Когда фашистских генералов допрашивали и сказали, мы проиграли не только Красной Армии, мы проиграли советскому учителю, мы даже не подозревали, что он сумеет за 10 лет подготовить такого храмного, храброго, патриотичного и сильного командира и офицера. Мы должны это знать и гордиться. Но объявили нам холодную войну. Мы выдержали на первой стадии эту войну. Но мир обещал, что Ильцин и Горобачевы обещали вам, что встроившись в хвост дядю Сэму, у нас будет как в Америке или Швеции. А получилось в 90-е, как Колумбия и Бангладеш вместе взяты. Хочу напомнить одну очень любопытную страницу. После того, как наш Юрий Гагарин открыл космос, лунник и американцы прорвались туда, был великий форум в Вашингтоне ровно 50 лет назад. Человечество поняло, что оно имеет колоссальные технические возможности. И тогда приняли программу, новую программу. К 2000 году решить все вопросы болезней, бедности, каждому дать квартиру, а то и коттедж. И приняли обязательство провести фейерверк по причине полного уничтожения ядерного оружия. Прошло 35 лет. В 2000 году посмотрели, все 10 опасностей, которые были, только усугубились. Беднота охватила церкви и континенты государства. Появились новые болезни, которые не знают, как лечить. На третьем месте вышла проблема экологии. Сама планета восстала своими пожарами, наводнениями, стихийными бедствиями против дикой эксплуатации. Прошло еще 15 лет. В первую тройку ворвался терроризм. Ни одну проблему капитал и рынок не решил. И никогда не решил. Сегодня умные люди понимают. Поэтому одни пытаются навязать законы толстяков, которые будут править всем, а все ее штаты и остальные. Вторые борются за справедливость, свою независимость и за народовласть. Мы привержены справедливости, труду и народовластью. И считаем, что самая сильная и храбрая армия была советская армия. С нее мы имеем право и должны брать обязательно пример. Но для этого нужны качественно иные усилия во всех областях, и включая информационно-пропагандисты. В заключение зачитаю вам несколько высказываний, которые заставят пробудиться сознание и поймут, что есть не только внешние противники, которые угрожают России. Зачитаю несколько высказываний, которые звучат сегодня в открытой печати. Дмитрий Быков, журналист. Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами. Панюшкин, литератор. Все было бы легче, если бы русская нация прекратилась. Альбас, я, честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по уральскому хребту. Я думаю, что это неизбежно. Небезызвестный господин Чубайс, когда я вижу в книгах Достоевского мысли, что русский народ народ особый, мне хочется порвать его на куски. Ксеничек, Собчак. Россия стала страной генетического отребья. Я бы вообще запретил эту страну. Ну и Альберт Кох, экс-министр, министром был. Русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации. Вообще-то говоря, откровенный нацизм, если так по-честному смотреть на происходящее. Вот если бы такие высказывания, связанные с целостностью Соединенных Штатов, они сделали бы, будучи гражданами США в стране, у них бы описали имущество по законам США, конфисковали бы все и минимум дали бы 20 лет. Я как-то им задал вопрос, почему у вас такие жесткие законы, которые охраняют вашу территориальную целостность. Они сказали, о противном случае нас завтра растащат. Заляску они с нами и по сегодня день не рассчитали. Матхэттен принадлежал голландцам, Флориды испанцам, Техаса, Калифорния, мексиканцам. Так что они охраняют свои национальные интересы и вкладывают гигантские средства в армию безопасности, в том числе информационную безопасность. Мы сегодня проводим эти слушания, прежде всего для того, и круглый стол, чтобы найти решение назревших проблем. Я еще раз поздравляю вас с наступающими очень важными для нас праздниками. Благодарю всех явившихся и попрошу моего зама Кашина Владимира Ивановича продолжить дальше ведение слушания. Владимир Иванович, академик, у нас углавляет штаб протестных действий. И сегодня утром у нас большой праздник был. Мы отправили на Донбасс 60-й конвой. В целом более 8 тысяч тонн лекарств, продовольствия и многого другого. Только что приняли детей из Донбасса, вывезли прямо из-под бомбежки. Мы в прошлом году приняли, оздоровили 2 тысячи детей, и в этом году примем примерно столько же. Я очень доволен, что президент прислушался к нам и принял решение, оправя по документам Донбасса и Луганска, приезжать в нашу страну. Это наши люди, наши друзья и наши братья. Я бы лично давно подписал указ о признании республики и устанавливал в полной мере контроль за ситуацией. Для нас это принципиально важно. Никто не покушается на чей суверенитет. Но мы обязаны помогать своим друзьям, где бы они ни жили, и тем более в этих военных условиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова